Сегодня в Госдуме состоится заседание рабочей группы о подготовке закона, который запретит называть детей нелепыми именами. Не перестают удивлять работников ЗАГСа москвичи. Так, за последние два года в столице родилась Виагра, а еще Каспер Ненаглядный, Салат Латук, Лука Счастья, Максим Москва и Архипурал. Серьезно задуматься о праве родителей на оригинальность заставил недавний случай в Перми, когда ребенка назвали Люцифером. И сейчас у нас есть возможность обсудить эту тему с главой комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, членом Единой России Павлом Крашениниковым. Павел Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. А вообще, насколько критичная ситуация сейчас сложилась в России с нелепыми именами? Что для этого приходится принимать вот такие вот законы? Ну, вы знаете, слава богу, не такая критичная, что все подряд называют. Но все-таки встречаются случаи, и работники ЗАГСа фактически на свой страх и риск, без нормативных оснований, они отказывают. Вот, в том числе, по таким именам, вот мне недавно работник ЗАГСа рассказывала, что вообще просто нецензурные два слова предложили родители. Вот, она отказала, говорит, меня, видимо, теперь выгонят с работы и так далее, и так далее. Вот, мы считаем, что все-таки такие имена должны быть вне закона. Это действительно право родителей, но мы должны понимать, что ребенок, он подрастает, выходит в жизнь, в детский сад, школа. И только потом, когда подрастет, он может имя свое поменять, но до этого, как говорится, он почерпает достаточно много разных эмоций и не всегда позитивных. Поэтому мы говорим о том, что не должны быть цифровые имена, мы говорим о том, что это не должна быть какая-то должность. Ну, естественно, нецензурные выражения. И, конечно, с этой точки зрения такое ограничение назрело. До 17-го года, видите, уже 100 лет, до 17-го года все-таки церковь такую роль выполняла. И сейчас ограничения были сняты. Мы знаем, что после революции тоже были имена достаточно экзотические. Но потом вроде как-то прошло, сейчас вот эта волна почему-то нарастает. Расскажите, а кто будет контролировать ситуацию с именами, получат ли расширенные полномочия ЗАГСы? Ну, в общем-то, они получат уточняющие полномочия, потому что они сейчас имена эти вписывают. И, конечно, в данном случае у них будет возможность, если вот такие какие-то нелепые вопросы возникают, они будут, конечно, корректировать, подсказывать, что этого делать нельзя. А так это остается право родителей. Они имеют право все это предлагать. И, как я уже сказал выше, в абсолютном большинстве случаев здесь все нормально. Поэтому какой-то дополнительной нагрузки скорее мы просто им подскажем и сделаем то, что должны были сделать давно. А будут ли в законе какие-то поправки с людьми, которые уже получили имена? Им что, придется их менять или они смогут оставаться этими странными именами? Нет, по поводу обратной силы это не предполагается. Человек, который достигает совершеннолетия, он имеет право сам поменять свое имя, если ему не нравится. Даже если оно благозвучно и так далее, но бывают разные причины. У него такое право есть. А что касается новых правил, они вступят в силу после того, как будет опубликован данный закон. А существует ли вероятность, что родители могут обратиться в Конституционный суд заявлением, что, мол, ограничиваются права человека? Ну, такая вероятность существует. Но у нас есть в Конституции все-таки в том числе ограничения, которые возможны в целях защиты прав и законных интересов конкретных лиц. Здесь это очевидно. Это норма в защиту прав детей, которые подрастают и которые выходят в жизни, и которые в обществе должны жить, работать. Спасибо. Мы беседовали с главой комитета Госдумы по госстроительству и законодательству членом Единой России Павлом Крашенинниковым.